Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей сегодня в эфире. Очередной кандидат выборов 2018 года Национального собрания Республики Западной Армении. МИД. Армения будет пресекать все попытки Азербайджана перед дислокацией сил на Нахачеванском направлении. Знает ли действительно Елисейский дворец, как можно стать прощенным? ООН. В Ираке и Сирии находятся порядка 20-30 тысяч боевиков ИГИЛ. Курды спасли из лап ИГИЛ семью езидов. Международный футбольный турнир Конефа пройдет в Арцахе. Горячие воды Диадина имеют целебные свойства. Симон Каспарян выдвинул свою кандидатуру на предстоящих выборах Национального собрания Республики Западной Армении 2018 года. Следует отметить, что выдвижение кандидатов Национальное собрание этого года началось 1 февраля 2018 года и состоялась церемония подписания мандатов на пост депутата. Кандидат должен представить свою автобиографию, краткую программу и квалификационный сертификат. Национальное собрание Республики Западной Армении и парламент состоит из граждан Республики Западной Армении. Наличие паспорта гражданина Западной Армении является обязательным для кандидата. Для того, чтобы выдвинуть свою кандидатуру, нужно представить как минимум 200 подписей граждан Западной Армянской Республики. Для получения дополнительной информации об условиях участия в выборах вы можете ознакомиться на официальном сайте телеканала Западной Армении. Армения считает недопустимыми попытки передислокации сил на Нахачеванском направлении. Об этом заявила исполняющая обязанности пресс-секретаря МИД Армении Анна Нахдалян 14 августа на пресс-конференции. Она напомнила, что Министерство обороны периодически выступает с заявлениями по этому вопросу. Вооруженные силы Армении полностью контролируют ситуацию. Что же касается попыток передислокации, то мы передали азербайджанской стороне по разным каналам, что эти попытки неприемлемы и будут пресекаться, подчеркнула Анна Нахдалян. Французский эксперт по Ближнему Востоку считает, что президент Франции Эммануэль Макрон теперь убежден в том, что политическая осень вошла в лояльность Франции к ее подходу к Сирии. В интервью сайту сирийской партии БААС эксперт Антуан Шерпентьер обсуждает политику Франции в отношении Сирии. Президент Макрон недавно назначил специальную миссию для Сирии, отмечает Шерпентьер, поскольку Макрон пытается любыми способами вернуть Францию в Сирию. Франция ищет средства, чтобы добиться успеха в возвращении в сирийский лагерь, поскольку он убежден, что политическая ось, которая остается лояльной к войне в Сирии, и более широком смысле на Ближнем Востоке, утверждает эксперт. Другими словами, Франция пытается получить это через торговлю и экономику, в которых она не может добиться успеха из-за войны и нынешней политики. По мнению французского аналитика, с этой точки зрения становится все более важным назначение специального представительства из Сирии во Францию, и Франция хочет, чтобы Сирия преследовала политическое послание с экономическим руководством. По данным доклада Организации Объединенных Наций, в Ираке и Сирии в настоящее время действует от 20 до 30 тысяч боевиков ИГИЛ, сообщает 14 августа Аль-Джазира. Распределение террористов между двумя государствами примерно равномерно, отмечают эксперты. Среди них значительная доля приходится на иностранных граждан. Напомним, исламское государство организация дала о себе знать в 2014 году, когда за короткий промежуток времени захватила обширные территории Ирака и Сирии. В настоящее время деятельность террористов значительно уменьшилась, однако по-прежнему представляет угрозу. Правоохранительные органы Иракского Курдистана заявили об освобождении из плена ИГИЛ. Семья из пяти человек была похищена террористами в августе 2014 года, пробыв таким образом в плену четыре года. Вскоре езиды воссоединятся со своими родственниками в провинции Дохук. Напомним, верование содержит в себе элементы ислама, христианства, а также автохтонных языческих представлений, что делает езидов наиболее уязвимой общностью перед лицом радикальных религиозных течений. В Республике Арцах пройдет европейский турнир по футболу 2019 года среди непризнанных государств Конефа. Об этом сообщает пресс-секретарь футбольной лиги Арцаха. Конефа Европ приняла это решение на форуме Европейских футбольных ассоциаций, где и было решено, что турнир пройдет в Арцахе в июне 2019 года. Детали турнира будут известны в скором времени. Напомним, что руководитель Арцахской футбольной лиги, и грачи Аганес Иван Асланян еще до начала лиги объявили, что приложат все усилия, чтобы международный турнир прошел именно в Арцахе. А представители Конефа в начале июля прибыли в Республику Арцах и встретились с президентом Бакоса Акяна. Отметим, что национальная сборная Западной Армении также являлась членом Конефа, которая в этом году выступила на турнире в Лондоне. Диедин богат природными и горячими источниками, которые имеют целебные свойства. Натуральные целебные воды притягивают большое внимание туристов и местных жителей. Тысячи посетителей приезжают сюда из разных провинций. Архан-Оздем, ответственный за эксплуатацию горячей воды, сказал, что число посетителей возросло в последнее время. По его словам, некоторые едут сюда с лечебными целями. Горячие воды Диедин помогают бороться с многими болезнями. Наплыв посетителей заметен особенно в летние месяцы. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию танец «Ус-Уси» с афер-питром «Сарин». Афер-питром «Сарин». ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Отметим, что в связи с предстоящим отпуском персонала нашего телеканала сегодня состоялся последний выпуск новостей. До скорой встречи 1 сентября. Оставайтесь с миром.